И вот незаметно мы переместились в Омск. Никита, Саша, привет. Как настрой, Никит? Всем привет. Да, бодро, позитивненько. У нас тут солнышко светит хорошо. Окей, Саш. Тоже бодренько, позитивненько. Я в Петербурге, и здесь тоже солнце наконец-то. Вот я смотрю, у вас у обоих в окнах солнце. Я-то солнце не видел с самого утра, как приехал в студию, не выпускаю. Тут меня как бы... Ну, расскажите, как там погода? Никит? Ну, в Омске зима вернулась. Сегодня утром минус 13 было. Сейчас ничего потеплее. Минус 5. Можно подышать свежим воздухом. Круто. Саша, как у нас в Питере? Саша, да, воздухом можно было дышать и раньше, просто наконец-то можно веять солнце. Я начал работать на балконе. Уже где-то второй день работаю преимущественно на улице, можно сказать. Что напоминает мне прошлое отличное лето. Надеюсь, это будет не менее хорошим. Вот, вы знаете, я когда-то давно там брал, делал какие-то карты для каких-то проектов, использовал канвас, потом использовал гугл-карты с наложением слоев, потом были еще разные библиотеки. И всегда это сопоставлялось у меня с какой-то болью. Саша, у тебя был какой-то опыт работы с картами? Конечно. Визуализировал много точек, кластеры, вот это все, естественно, все это было. Посмотрим на опыт Никиты. Вот интересно, чего он предложит. Единственное, чем бы всегда хотелось, раз уж мы о погоде вначале заговорили, это визуализацией погоды заняться, попробовать. Но как-то не свезло. Ну, Никит, а ты таким занимался, визуализацией погоды какой-нибудь? Я видел там в Яндекс погоде, можно как-то пострелить фронт, который идет дождевой? Да, на погоде есть. Обычно это снимки так называемых радаров, это изображение, визуализация, но они сделаны на самом деле в радиочастотах и позволяют увидеть приближение дождевого, грозового фронта. Можно увидеть снег, дождь, изменение давления разного рода. Мы это в одном из сервисов использовали. Такие снимки обычно предоставляются сразу картинками готовыми. То есть тут сразу я услышал и радиочастоты, и визуализация, и еще много-много вопросов начинает возникать, но я думаю, мы это уже сможем понять в ходе твоего доклада, хотя бы частично что-то. Передаю слово тебе, аудитория твоя, и вникаем в твой доклад. Что ж, тогда начнем смотреть на слайды. Доклад называется «Анализ больших географически распределенных данных через визуализацию на карте». Меня уже представили, меня зовут Никита Швыряев, я работаю в компании Lineate, наша компания занимается аутсорсингом, соответственно мы делаем проекты в совершенно разных сферах. Вот последние три года, полтора года, последние полтора года мне выпадали проекты с картами, с визуализацией больших данных. Так о чем же, собственно, будет доклад? Мы поговорим о теоретической части, которая будет содержать описание кратко инструментов, с которыми можно работать, о том, какие возможности они предоставляют, и что вообще пользователь может от карты хотеть. Говорить я буду на основе реального опыта. Один проект был у нас по визуализации рекламных кампаний, другой проект, о котором я буду говорить больше всего, был о визуализации рисков на дороге. Все вы знаете сервисы, где можно посмотреть пробки в живом режиме. Здесь можно посмотреть опасность на дороге в живом режиме. То есть уклон дороги, поворот, горная дорога, негорная, обледенение, аварии. Все это отображается. Все это отображается в режиме реального времени, с историческими данными. В общем, это новый, это был стартап, когда мы начинали, это новый сервис. Сейчас у него уже есть заказчики, используются для безопасности движения. Доклад будет разделен, как я сказал, на теоретическую и практическую части. В практической мы будем рассматривать конкретные проблемы, с которыми можно столкнуться, и пути их преодоления решения обхождения. Давайте начнем с теоретической части. Сначала важно разобраться, что же можно показывать на карте. Ну, самое простое — показывать точки. Например, маркеры. Когда вы заходите на сайт, где продается недвижимость, или есть какие-то объявления, вы видите точки, они символизируют какой-то объект, вы можете получить о нем информацию. Это точки. Линии — это те же самые дороги, границы городов, например, реки. Что-то такое, в общем, что-то протяженное в пространстве. Можно показывать, например, куда пользователь ездил за последнюю неделю. Но если у вас что-то пошло не так, то, как мы уже обсудили, можно показать снимки погоды. Это всегда надежно и безопасно. Можно показывать полигоны. Это уровни высот, уровни давления, любые уровни, любые зоны. Может быть, это города, страны, разные вещи. Возможно, это какие-то области, которые ваша система так или иначе сагрегировала по какому-то признаку. В принципе, на карте можно показать все, что угодно. Например, распределение республиканцев и консерваторов. Можно показать распространение генов в той или иной области. Можно показать, какие интересные вещи человек может встретить на пути, отправляясь в путешествие. Можно на основе спутниковых снимков и машин леунинга показать, где какое поле какой культуры засеяно. Но вы спросите, а зачем вообще визуализировать данные? Вот у нас есть какие-то данные. Обычно они хранятся в табличном виде, могут быть в каких-то структурированных файлах, в паркетах, например. Это может быть колоночное хранилище или стандартная SQL-база, или NoSQL, неважно. У вас есть данные. Так или иначе, они структурированы. Но человеку сложно прочитать геометрию, например. Человеку сложно соотнести, где это место расположено и насколько даже тот же скорбь будет опасным или безопасным. Другое дело, если это визуализировать все на карте. На карте человеку сразу прекрасно видно, где зеленые, где красные, грубо говоря, или любые другие данные. Как это может использовать заказчик? Мы говорим о больших данных. Ну или вы, если делаете для себя. Так как мы говорим о больших данных, то зачастую речь в этом случае идет об анализе данных. Например, валидация модели. То есть вы строите какую-то модель расчета риска на дороге, например. У вас есть какие-то входные данные, модель, она его просчитывает. Вы можете визуально посмотреть, а действительно ли что-то логичное и разумное она выдает. Вы также можете показать это как демо кому-то. Если вы продаете свой продукт, вы можете показать. Смотрите, какие у нас есть возможности. Мы можем делать то, то и вот это, и вот смотрите, как все здорово и круто вертится. И также это можно использовать в целях тестирования. Чего же в общем ждут от визуализации на карте? В первую очередь наглядности. Человек, который смотрит на карту, должен сразу понимать, что на ней происходит. Зеленый — это зеленый, красный — это красный, зеленый — хорошо, красный — плохо. Все подсвечено, все видно, все наглядно, все понятно. Нет проблем с распознанием, что мы видим сейчас на карте. Следующее — это скорость. Никто не хочет сидеть и полчаса ждать, пока придут ваши данные. А так как мы говорим о больших данных, скорость выходит зачастую на первое место, потому что она иногда начинает ограничивать наглядность, накладывая какие-то лимитации в зависимости от данных. Часто бывает нужна аналитика, возможность построить какой-то график, связанный с картой. То есть пользователь двигает карту, он видит определенную область, и для этой области мы хотим вывести распределение, например, классов дорог, или общее количество объектов, или среднюю цену объекта в этой области, что угодно, в зависимости от вашего приложения. Бывает также полезно сравнение, когда вы можете открыть рядом две карты и посмотреть, как различаются данные в разных местах. Или наоборот, в одном месте по-разному настроить фильтрацию отображения, может быть, разные моменты времени и посмотреть, что изменилось. Это также бывает очень востребовано. Бывает полезно сохранение, когда можно поделиться ссылкой, когда можно сохранить настроенный вид и вернуться к нему когда-то в будущем. Так можно составлять презентации, если вы хотите это кому-то показать в будущем. И прикольная вещь, такая красивая, интересная проигрывание, когда можно посмотреть, нажать кнопочку play и увидеть, как с течением времени изменялась ситуация в определенной области. Давайте начнем наш разговор с инструментов. Есть некоторое количество достаточно популярных провайдеров карт. Их вообще, в принципе, очень много. И библиотек для рендеринга, и поставщиков данных. Есть такие известные распространенные решения. Вот мы работали с Mapbox. Сейчас на последнем проекте мы переезжаем на Leaflet, потому что Mapbox внезапно оказался конкурентом нашего заказчика, и они не хотят пользоваться конкурирующей платформой, естественно. Есть Leaflet, есть Google Maps. Коротко поговорим о каждом. Mapbox довольно быстро развивается. У него широкая API. Они рисуют карту на конвасе с помощью WebGL, работают быстро, выпускают новые версии, активно поддерживают, стоят умеренно. Вы платите здесь за загрузку карты. Если вы будете выставлять на широкую публику, стоимость может стать для вас проблемой. Но если вы используете ее где-то для внутреннего, для внутренних нужд, а если мы говорим об аналитике, аналитика не так часто выставляется на прям публичный доступ, тогда проблем быть не должно, потому что загрузка карты оплачивается именно по количеству запусков. А запуском считается работа одного устройства в пределах 12 часов. То есть обновление вкладки не считается в этом случае. Google Maps дороже раза в два. Тут также предоставляет богатая API. OpenStreetMap и Leaflet — это сочетание. OpenStreetMap — это открытый источник данных, где есть данные о городах, странах, реках и так далее. Они доступны, бесплатны, ими можно пользоваться для отображения. И есть библиотека для рендеринга Leaflet. Так что нам дают эти поставщики карт вообще? Какие возможности есть у карт? Во-первых, данные. Чтобы хоть что-то нарисовать, нам нужны данные. И если это касается распределения объектов на нашей планете, значит, вам нужны данные о географии. Вам нужны данные о городах, странах, дорогах, реках и так далее. О всяких границах, объектах, которые могут быть полезны для того, чтобы понять, а где мы сейчас вообще находимся. Это стили. Данные мало иметь, их нужно так или иначе оформить и вывести на карту. Для того, чтобы отобразить базовый слой, на котором вы видите простые объекты, вроде стран, гор, рек и так далее, нужно порядка 150 слоев в среднем. Вы устанете конфигурировать это стами, а вам могут понадобиться разные темы. Светлые, темные, для навигации и так далее. Важная часть работы с картами — это фичи. И фичи — это не то, что мы привыкли называть в разработке фичами, часть функционала. Нет. Здесь речь пойдет о некоторых объектах, у которых есть геометрия, положение в пространстве и определенные свойства. Вот совокупность геометрии, положения и свойств называется фичей, когда вы работаете с картой. И карты умеют выводить фичи. Позднее мы еще поговорим про формат GeoJSON, он также основан на фичах. Далее важно работать со слоями. Какие возможности, какие слои предоставляет карта. Вам нужно разносить информацию, иметь возможность манипулировать разной информацией, показывать что-то впереди, что-то позади, что-то скрывать, что-то фильтровать и так далее. Также очень важны события. Это API, который карта выставляет наружу, с помощью которой вы будете интегрироваться с приложением. Подвинул пользователь карту, пошевелил мышку, навел на какой-то объект на карте, приблизился, отдалился, покрутил ее. Все это приложение порой должно знать о событиях. Данные загрузились, например, и так далее. И очень полезна навигация. Пользователю нужно иметь возможность попасть в нужное ему место. Для этого существуют специальные инструменты, где можно ввести, например, адрес или координаты и быстро перенестись, перелететь на карте, анимировать это все и так далее. Мы начали разговор о слоях. Слои можно разделить на две большие группы. Векторные — это когда вы передаете данные в виде геометрии векторной, то есть отрезки, точки, полигоны и так далее, и преобразуете их в отображение уже на фронтенде, на клиенте. Есть два основных подхода здесь. VectorTiles и GeoJSON. VectorTiles — это когда вся карта делится на фрагменты, на прямоугольнички такие. Вы могли это заметить в любой вообще карте. Яндекс, Google, что угодно. Когда вы карту двигаете, все рисуется квадратиками. Вот это и есть тайлы. Соответственно, вы, когда двигаете карту, поставщик карты идет, запрашивает данные. Когда он их получает, он их отрисовывает и предоставляет вам. Если мы говорим про GeoJSON, GeoJSON — это специальный формат, надстройка над JSON, которая содержит геометрию. То есть в основе лежит формат обычный JSON, но есть еще структура, которая говорит, как описать геометрию объекта, его положение и как описать его свойства. И в этом случае вы идете за данными полностью. Допустим, у вас данных не очень много, вы можете сходить и загрузить их все разом с сервера. Это может быть файл, это может быть какой-то эндпоинт, который отдаст вам динамические данные. Не важно. Важно, что их не очень много, и вы их грузите для всего мира, и все показываете. А тайлы вы грузите кусочками. Позже мы поговорим о прелести того или другого подхода. Есть растровые слои. Это картинки, кусочки картинок. То есть вы можете взять целую картинку, наложить на карту, вы можете также погоду грузить тайлами, кусочками накладывать, вы можете наложить видео поверх карты. Это такие основные группы слоев, из них вытекают всякие нюансы и детали уже имплементации. Ну что ж, обсудили теоретическую часть, давайте двигаться более к практической части, к проблемам. И первая проблема, с которой вы столкнетесь, работая с картой, конечно же, отображение данных. И важно, обращайте внимание на порядок слоев. На картинке слева все размытое, потому что погода легла просто поверх всей карты. Ни надписей, ни дорог, ничего не видно. На картинке справа мы начали исправлять. Дороги уже находятся выше погоды, но название городов, дорог и так далее, все лежит под погодой. В общем, очень важно положить все на свое место. Важно помнить о том, какие данные вы сейчас именно хотите показать пользователю и выводить их вперед. Хорошо, порядок настроили. Теперь давайте загружать данные. Что первым приходит в голову? Вот здесь вы видите серый прямоугольник. Это то, что пользователь видит в окне своего браузера. Мы хотим загрузить данные, но если мы загрузим прям этот клочок земли, и когда мы начнем двигаться в любом направлении, приблизимся, отдалимся, в общем, пользователь сделает любое действие, нам потребуется перезагрузка, потому что размер этой зоны изменился, и пользователь мог из нее выйти. Ну, если он приближается и держится в границах, мы еще можем показывать, но если он чуть-чуть влево-вправо сдвинулся, то уже все. Поэтому мы можем добавить некую зеленую зону, буфер с запасом, и пока пользователь двигается в этой зеленой зоне, никаких проблем не происходит. Нам не надо перезагружать, мы данные загрузили с запасом, пользователь может чуть-чуть походить, и мы не будем обязаны перезагружать данные. Мы все еще имеем, что показать пользователю. Но если пользователь выйдет за пределы нашей загруженной зоны, подвинет экран сильно влево, нам потребуется полная перезагрузка данных в этом случае. Это как раз то, о чем я говорил, когда мы работаем с GeoJSON, грузим целиком файл, целиком объем данных. Но в данном случае не на весь мир, а на сегмент карты. Но никто не мешает нам так поступить. Начиналось все в принципе просто. На фронтенде нам нужно было сходить на API за данными, указав, для какой зоны нам нужны данные. Дальше полученные данные добавить в качестве источника. Да, в коде я буду показывать на JavaScript с использованием Mapbox, кое-где будет проскакивать код view. В целом код будет довольно порезанным для упрощения понимания. То есть запускаться он в принципе не должен. Но понимание дает. Так вот, на карту мы должны добавить в данном случае source, в случае с leaflet это будет сразу layer, слой. Mapbox разделяет понятия слоя и данных. То есть отображение у него отдельно от данных, и это имеет свои преимущества. Ну так вот, мы добавляем новый слой, указываем, что он у нас векторный, не растровый, и передаем ему данные. Собственно, это все, что нам нужно на фронте сейчас. На бэкэнде все тоже несложно. Многие базы данных умеют из коробки работать с геометрией. Если не из коробки, то у них есть какие-то плагины, настройки, которые позволяют работать с географическими данными. То есть широта, долгота, вот бибокс, это как раз граница какая-то географическая. Мы можем без проблем подтянуть эти данные. И мы их превращаем в геоджейсон, о котором я говорил, и отправляем на фронтенд. Вначале все было просто, но система усложнялась, и фронтенд тоже. Стала появляться логика. Логика обработки данных, логика определения границ этой области, которую пользователь сейчас видит, и которую мы хотим ему предоставить. Логика отслеживания загрузки данных, которая может быть нам полезна для отображения лодеров, для отображения слоев по мере загрузки и для проигрывания и так далее. Логика кэширования, чтобы нам не перегружать бэкэнд запросами. А в случае с геоджейсоном кэшировать очень сложно, потому что всякое новое перемещение может быть уникальным запросто. Оно у нас ни к чему не привязано. И возникают проблемы. Перезагрузка части ранее загруженных данных. То есть мы уже загрузили кусок данных, подвинули экран. Половина экрана все еще видит то, что мы видели до этого, половина ушла за зону. Соответственно, мы грузим полностью прямоугольник. Стало быть, мы теряем часть данных. И мы ждем один большой запрос. Он толще, то есть пользователь чуточку позже получает первую картинку. Чуточку дольше ждет, пока какие-то данные начнут ему поступать. Какие есть альтернативы? Есть тайлы. Тайлы, как я сказал, это разделение всей области карты на определенного размера прямоугольнички. Когда вы смотрите на весь мир, таких прямоугольничков будет 32. И в каждом прямоугольничке... Ой, спутал, простите. Это я уже про геохэш начал рассказывать. Тайлы делятся по 4. Когда вы видите весь мир, вы видите 4 тайла. В каждом тайле еще по 4. И вот так, приближаясь к тайликам, вы получаете более точную информацию. Так вот, что же происходит? Вот наша серая зона, которую видит пользователь. Мы грузим тайлы, но они не обязаны совпадать с нашим экраном. Вы видите зеленые полосочки. Это то, что выходит за область видимости, но будет загружена. Красная область — это то, что находится за областью видимости, и загружена не будет, потому что пользователь сейчас на это не смотрит. Нам нет нужды грузить какие-то дополнительные данные предварительно. Соответственно, как вы видите, мы грузим поменьше данных, и каждый квадратик сам не такого большого размера. Данные прилетают на один квадратик быстрее. Но здесь мы еще не испытываем, не находим большой выгоды. Она будет дальше. Теперь мы начинаем двигаться. Вот мы сдвинулись значительно влево. Мы подгружаем пару новых тайлов. Те, что у нас были видны, до сих пор видны. То есть эти данные для двух третьих видимой области нам перезагружать не нужно. Они у нас уже были. То есть мы только треть сейчас догрузили. Здесь уже пошла какая-то выгода. Больше того, когда пользователь уходит еще левее, то, что он раньше видел, остается на время закэшированным. И так как у нас есть строгая структура, мы можем легко к этому кэшу вернуться и показать, не запрашивая. То есть если пользователь опять пойдет направо, мы снова ему это же покажем. Вот. Здесь начинается настоящая выгода от тайлов. Здесь мы видим более высокую скорость загрузки, меньше времени ожиданий, плюс кэширование. Что же на фронте? На фронте все становится еще проще. Нам нужно создать новый векторный источник данных и просто указать путь, по которому за тайлами нужно ходить. С определенным шаблоном. Вы можете заметить здесь переменный Z, X, Y. Это Z, Zoom. Соответственно, насколько близко мы находимся к карте, какую зону мы видим. X и Y — это порядковые номера тайлов. Здесь уже не широта, долгота будет, а порядковые номера. На преобразовании широты, долготы в порядковый номер тайлов и обратно существуют библиотеки под все языки. Это распространенная концепция. Проблем нет. Собственно, все, что нам здесь нужно. Остальное делает библиотека карты. Что нам нужно добавить на бэкэнде? Во-первых, нам нужно превратить наши координаты X, Y и Z в bounding box в широте и долготе, чтобы сходить за данными. На это тоже есть библиотеки, соответственно. Дальше мы делаем точно такой же запрос, какой у нас был. ответ мы преобразуем уже в векторный тайл. Это бинарный формат, который использует протокол-бафер внутри и преобразуется в этот формат наш geogson. То есть внутри мы берем тот же самый geogson, вызываем библиотечный метод, также преобразование в векторные тайлы, в этот протобав, есть на разных языках написано. Это также распространенный формат, стандартизованный mapbox изначально, поэтому называется mapbox-vector-tile. Это одна из библиотек, которая может быть использована, в частности, на питоне, например. Нам нужно указать имя слоя. Здесь еще есть важный нюанс. В один ответ мы можем положить данные для нескольких слоев, а это бывает удобно. Например, мы можем положить в один ответ участки дорог и, скажем, перекрестки, например. То есть у перекрестка может быть свой рейтинг опасности, у сегмента дороги свой. Вот мы кладем в один ответ, когда пользователь приходит. Мне нужна картинка для Омска, скажем, запрашивает там пять тайлов. Мы ему отдаем сразу и то, и другое, а уже фронтенд разбирается, как ему это нарисовать. Это также сокращает количество запросов к бэкэнду. Ну и дальше вот те самые фичи, о которых мы говорили, передаются как закодированный GeoJSON. Но будьте осторожны. У тайлов острые края. Здесь на картинке может быть не сильно заметно, но некоторых дорог не хватает. Я вам помогу. Видите красные участки? Это те дороги, которые могли быть обрезаны на границе тайлами. Что происходит? Давайте разберем в деталях. Вот у нас есть дорога. Дорога может иметь сложную геометрию. Она не точка, она кривая. Она может быть достаточно длинной в определенных случаях, если ни с кем не пересекается. Если мы будем ходить в базу за дорогой по ее полной геометрии, а только так, мы могли бы узнать, в какие тайлы она попадает, то есть учесть ее во всех, то мы потратим очень много ресурсов базы, потому что сравнивать полную геометрию, в которой может быть 50-100 точек, будет долго с прямоугольником. Гораздо быстрее сравнивать точку. Поэтому у дороги удобно вычислить геометрический центр. То же самое можно сделать с любой фигурой. Есть библиотеки также для вычисления геометрического центра. Итак, мы храним в базе дорогу, ее геометрию и ее геометрический центр. Теперь мы идем за тайлом. Она попадает только в один тайл, потому что есть ее геометрический центр. И это точка. Точка попадает строго в один тайл. И теперь, как вы видите, часть дороги оказывается за границей тайлов и становится обрезанной. То есть, когда будет происходить кодирование этого тайла, данные об этой части дороги, которая вышла за пределы тайла, не попадут в закодированную часть. И мы увидим обрезанную дорогу. Что можно сделать? Все просто. Этот протокол поддерживает буфер. Вы можете сказать, что данные о тайле нужно передавать с запасом. И тогда фронтенд получает данные с запасом и может нарисовать дорогу полностью. Хотя она попала в один определенный тайлик. Итак, загрузку мы наладили. Теперь нам может быть полезно отфильтровать данные. Какие могут быть критерии? Всякие разные. Зависят от вашего предложения. Первое, что приходит на ум, это время. Обычно мы хотим видеть данные в какой-то момент или за какой-то период. Поэтому нам нужно иметь возможность указать карте, а за какое время данные мы сейчас хотим видеть. Также мы можем иметь какую-то структуру. Например, это могут быть уровни дороги, классы. То есть это автострада или это дворовая дорога. И мы можем фильтровать. Допустим, мы смотрим на страны, мы не хотим видеть все дворовые дороги, потому что это будет просто каша. Мы хотим видеть чистую красивую картинку. Соответственно, фильтрация по типу. Это может быть значение. Например, мы хотим видеть только опасные дороги, чтобы знать, что объезжать. Нас не интересуют безопасные дороги. Это все скукота. Когда мы применяем фильтр, нам нужно что-то сделать. Что же нам нужно сделать, чтобы применить фильтр? Во-первых, мы обновляем его в приложении. Во-вторых, мы передаем карте, что у нее теперь новый путь. И при этом, если мы используем те же слои, мы теряем старые данные, потому что они становятся неактуальными. После этого происходит загрузка новых данных, и мы показываем новые данные. То есть есть такой момент моргания данных, когда мы данные потеряли, потому что путь изменился. И пока мы новые данные не пришли, мы их не видим. Так вот, есть вариант держать старый слой и создавать новый для нового фильтра. Тогда вы можете дождаться загрузки, отследить ее, и когда загрузка прошла, после этого удалить старый слой и показать новый, возможно, даже анимировав. Это красиво. Это как вам будет угодно. Зачастую на самом деле это не критично, что данные пропадут, потому что пользователь сделал действие, и он ожидает, что что-то изменится. Давайте поговорим теперь про объем данных. Мы ведь говорим про большие данные. Сейчас мы поговорим для начала о не очень-то больших данных. Вот, скажем, у нас есть 10 тысяч точек. Мы хотим их нарисовать. Видите, мгновенно. Перерисовывается мгновенно, можно двигаться мгновенно, все быстро, красиво. Если мы откроем консоль разработчика в Хроме, к примеру, мы увидим, что карта наше приложение вообще потребляет, 100 мегабайт. Немного совершенно. Где-то изначальное рисование карты занимает от 50 до 70-80 мегабайт у мэбокса. Но что будет, если мы нарисуем 100 тысяч точек? Просто нарисуем их. Вы можете заметить, что уже есть какие-то переходы. Видно, что оно перерисовывается квадратиками, что приходится подождать, пока нарисовано. И приложение уже потребляет 500 мегабайт данных. Так какие же есть ограничения? Если у нас 10 тысяч точек, приложение почти не потребляет памяти, и все решуется мгновенно. 30 тысяч точек, уже 250 мегабайт, и становится заметно. Притом, прошу обратить внимание, точки эти практически без свойств. То есть это не какая-нибудь, скажем, квартира на сайте недвижимости, на ЦАНе каком-нибудь, или МЛСН, где может быть около полусотни-сотни свойств у этой карточки, и они могут все передаваться. Хотя для экономии трафика обычно передают только айдишник, и такие свойства можно запрашивать отдельно. Но все равно, просто точки с айдишником, и больше у них никаких данных нет. Вы уже замечать начинаете. 100 тысяч точек, как я показывал, становятся довольно медленными. 200 тысяч уже лучше не пробовать. У вас там уже памяти под гигабайт, вкладка будет есть. Это совсем не весело становится. Что можно сделать, когда точек мы хотим показать больше у нас? Ведь много данных. У нас сотни миллионов данных. Нам нужна агрегация. Самый простой вариант агрегации это кластеризация на фронт-энде. Вот смотрите. Наши 100 тысяч точек, 450 мегабайт. Вот мы их все получили, нарисовали, отдалились, и видим все эти точки, слившимся в сплошной прямоугольник. Совершенно ничего не понятно, бессмысленно, неразумно. Теперь давайте их кластеризуем. Те же самые данные, но силами карты или какого-то плагинчика, они при изменении уровня зума собираются в кластера. Кластер — это объединение точек по тому или иному признаку. В данном случае по расположению. Кто рядом друг с другом, те сливаются в кластер. Когда приближается, кластер разделяется. И вот наши 100 тысяч точек уже не едят памяти совершенно. То есть мы можем их отрендерить. Здесь мы можем рисовать сколь угодно много точек. Но нам ведь нужно их не только нарисовать, нам ведь нужно их еще и получить с бэкэнда. А если у нас 100 тысяч точек, то сколько трафика они съедят? А если миллион? А если 10 миллионов? Поэтому кластеризация на UI — это не панацея в этом случае. Панацеей в данном случае будет агрегация на бэкэнде. Когда на каждый запрос мы отправляем, на каждое, точнее, изменение зума, приближение, отдаление, перемещение, мы отправляем запрос на бэкэнд, и бэкэнд нам отдает уже подготовленный агрегат. То есть он нам не отдает 100 тысяч точек, а он говорит, вот здесь у вас 100 тысяч точек. Приближаешься, он говорит, ну, детальнее, вот здесь 30 тысяч, вот здесь 20, вот здесь 50 и так далее. На видео было не особенно заметно, но на самом деле, по мере приближения, мы ждали какое-то время. Но так как бэкэнд может работать довольно быстро, время ожидания может быть полсекунды, может быть секунда. Это не особенно заметно на фронте. Таким образом, у нас нет нагрузки на трафик, потому что с бэкэнда приходят агрегаты, а их сотни, может быть. Это прям ерунда. И у нас нет нагрузки на рендеринг, потому что мы рисуем всего-то 100 точек. Это прям ерундовая задача. Но у нас есть необходимость настройки, хранения и получения данных на стороне бэкэнда. То есть в базе все не так просто. Теперь нам нужно где-то взять эти агрегаты. Давайте посмотрим, какие есть варианты агрегации по позиции. Самый простой вариант – это геохэш. Я случайно начал рассказывать о нем вначале, вместо тайлов. В общем, если вы смотрите на весь мир, вы видите 32 кусочка геохэша. То есть геохэш – это такая концепция, в которой можно с помощью строки хэша закодировать положение с определенной точностью. В зависимости от длины этой строки. Если длина один символ, точность будет порядка 20 или 50 километров. Если у вас длина строки будет 9 символов, точность будет 20 метров. А если вы показываете большие данные для цели аналитики, 20 метров – это прям космическая точность для вас практически будет. То есть выше вам едва ли понадобится. Вот, соответственно, вы можете увидеть здесь, что так же, как и тайлы, геохэш углубляется. То есть на каждом уровне добавляется символ и добавляется разделение. Здесь условно показано разделение на 4, но на самом деле в геохэше используется 32 символа. Это самый простой вариант. И есть еще вариант разделения по административным зонам. Города, страны, почтовые коды, что угодно. Вы можете назначить их самостоятельно. Какая здесь есть особенность? Вам нужно хранить геометрию этой административной зоны. То есть вам нужна будет геометрия страны, вам нужно ее знать и иметь возможность передать не только агрегат для этой страны, но и ее геометрию, чтобы фронтенд мог нарисовать и показать, для какой зоны это данные показаны. И все это, конечно же, расширение структуры данных ваших. То есть помимо того, что вы пишете теперь каждому событию его широту и долготу, вы еще и приписываете. То есть, допустим, вот есть у вас сегмент дороги. Вы пишете ему геометрию его, его свойства, и далее вы пишете, в какой геохэш или в какую административную зону попадает эта дорога. Вот, откуда ее отдавать. И таким образом данные получаются очень быстро, легко агрегируются, передаются на фронт, все становится хорошо. Вот мы показали данные, теперь мы хотим добавить некоторое количество интерактивности. Мы начинаем интегрировать нашу карту с приложением. Первая веселая задачка. У вас есть карта, дайте нам две. В первом случае мы были совершенно не готовы к этому запросу. Наше приложение было написано на Vue, мы использовали Vue, X-Store, и у нас был один Store на все приложение для карты, соответственно, нам пришлось его как-то разделять. И мы потратили две недели разработки на то, чтобы ввести новую карту. Была у нас определенного объема регрессия, в общем, было довольно проблематично. Мы учли этот опыт, и во второй раз мы заложили сразу. Хотя заказчик нас не просил выводить две карты. Мы на всякий случай использовали архитектуру известную. И нам понадобилось только добавить одну кнопку, когда вдруг пришел запрос. А давайте мы все-таки посмотрим на две карты. Красиво же. Давайте, без проблем. Что можно сделать? Я приведу пример на основе Vue, но так как структуры хранения и у Vue, и у React, и у Angular в общем и целом имеют одну концепцию, это будет применимо в том или ином виде для разных систем. Просто здесь речь пойдет про модули в Story, где мы можем динамически регистрировать кусочки хранилища. А в Angular, например, это будет просто какой-то namespace объект, в который вы... И то же самое в React. Это будет какой-то кусочек вашего стейта и мутабельного. Так вот, вы выделяете общую часть стейта, репорт, скажем, это то, что одинаковое для карт, и специфичную мэп. Дальше при создании карты вы делаете специальную оберточку, которая при инициализации регистрирует новый модуль этого мэпа. То есть там описана структура данных, которые необходимы для отображения карты и хранения ее состояния. Вы регистрируете новый модуль с каким-то начальным состоянием, и карта может этим пользоваться. При уничтожении карты вы, соответственно, убиваете этот кусок стейта. И дальше просто нужно карте сказать, с какой частью стора она должна работать. Вот и всего делов. Если это сразу заложить и везде учитывать при разработке, у вас не будет никаких проблем далее с этим. Соответственно, карты могут быть независимыми, вы можете добавить логику связи между картами и транслировать данные из одного места в другое, и у вас может получиться что-нибудь веселое, вроде вот такого. Например, когда вам нужно, чтобы одна карта догоняла другую, то есть показывала одну и ту же позицию. Вот пользователь двигает левую карту, правая должна показать ту же самую область с анимацией. Но когда анимация заканчивается, левая карта уже остановилась, и теперь мы получаем событие, что правая карта подвинулась. И вот они начинают так красиво, почти под музыку ритмично танцевать. Не очень, наверное, желаемое поведение, поэтому приходится дополнительно отслеживать, откуда произошло событие, кем оно сгенерировано, пользователем или системой. Что может быть еще полезно? Мы можем хотеть поделиться... Секунду, извините. Мы можем хотеть поделиться с другими пользователями нашим прекрасным видом, который мы долгое время настраивали. И самый простой способ сделать это через URL. Вы можете добавлять параметры, долгота, широта, время, все что угодно, настройки приложения в URL до тех пор, пока не доберетесь до 2 килобайт. Это может быть не очень красиво, но это очень просто. Также вы можете использовать бэкэнд для этих целей. То есть вы можете сохранять в определенный момент URL на бэкэнде, то есть настройки, и генерировать какой-то короткий хэш, чтобы красиво делиться. Это пожалуйста. Через URL. И также может быть полезно сохранять в базу. Вот вы настроили, задали название, положили в какую-то папочку, сохранили. Дальше вы открыли базу ваших записей, увидели какую-то сводку по ним, короткую информацию, поняли, что вы вообще сохранили за момент, открыли его и снова увидели. Очень удобно для демок, для того, чтобы поделиться с кем-то и так далее. Какие могут быть плохие, хорошие идеи при сохранении в базу? Не очень удобно раскидывать код обновления URL по разным компонентам. Гораздо удобнее сделать абстрактный компонент, который будет следить за всем сразу. То есть он будет следить за изменением состояния приложения и записывать. У вас уже есть какие-то компоненты, которые следят за этим состоянием. И возникает желание вот там, где это используется, там и подменить URL. Но тогда у вас будет 10 мест, 20 мест, где URL меняется, и будет очень сложно дебажить и находить проблемы. А они, поверьте мне, будут. Также точно такую же ошибку можно совершить и с восстановлением. Попытаться восстанавливать его в каждом компоненте, вместо того, чтобы восстановить централизованно при загрузке из одного места. Так что лучше не пытайтесь этого делать. Когда вы записываете состояние приложения в базу, если в базе будет строгая структура, то на каждое изменение вам нужно будет менять структуру базы данных. А так как фронтенд может быть довольно динамичным, и иногда он может делать изменения, которые не касаются бэкэнда совершенно, гораздо удобнее сделать в базе свободное JSON-поле и запихивать туда данные желаемого для вас формата и потом валидировать их либо предварительно, либо постфактум на фронте. У вас же на фронте вся эта логика. Ну вот мы сохранили, поделились, и мы можем сделать еще одну красивую вещь. Проигрыватель, когда данные потихонечку сами собой меняются, и пользователь это видит. Можно сделать очень даже неплохую презентацию, демку, показать что-то заинтересованным людям. Но не все сразу. Нам ведь нужно загружать данные. Итак, пользователь видит экран, нажимает кнопочку play, ему показывается следующий кадр, но данных-то мы еще не загрузили. Кстати, вот эти зеленые и синие области, это как раз таки погода. Это грозовые фронты, дождь, сильный, слабый. Так вот, данные-то мы еще не загрузили, поэтому нам гораздо лучше показать пользователю, что мы будем грузить данные и подгрузить их. А когда загружены, только после этого показать ему новый слой с уже подготовленными, адресованными данными. Логика проигрывания у нас проста. Во-первых, нам нужно задать какой-то таймер, который будет периодически проверять, в каком состоянии находится наш кадр, данные и так далее. Нам нужно проверить, есть ли у нас еще кадры, или мы проиграли все, что пользователь хотел посмотреть. Если кадры еще есть, нам нужно проверить, загружены ли данные и достаточно ли мы показывали последний кадр пользователю. Если да, то есть пользователь достаточно полюбовался текущим кадром, и данные для следующего кадра у нас подгрузились, мы можем перейти к следующему кадру и сбросить лоадер с полосы проигрывания. Если же пользователь уже достаточно посмотрел смотрел на кадр, но новых данных еще не пришло, тогда мы показываем полосу загрузки. Все это легко делается через State приложение. Дальше, если у нас кадры закончились, мы сбрасываем наш таймер, останавливаем его и указываем приложению, что больше не проигрывается. То есть у нас кнопочка из паузы превращается снова в кнопочку Play, чтобы можно было запустить сначала. Все очень просто в проигрывании. Но нам нужно не только состояние приложения изменить, нам также нужно отработать это на карте. Что же нам нужно сделать на карте? Во-первых, нам нужно подготовить слои. То есть если мы будем, если мы хотим показывать пользователю готовый слой, мы должны показывать ему не только то, что он вот прямо сейчас хочет видеть, но и что-то с каким-то запасиком. Соответственно, мы берем список слоев для предварительной загрузки, определяем, в каком порядке нам нужно их разложить, какой-то будет следующим, какие-то будут после него. Если мы хотим подгрузить предварительно несколько кадров, а это нам выгодно, чтобы не ждать и загрузить их параллельно, чтобы пользователю было удобнее и приятнее смотреть. Мы должны добавить каждому слою ключ, чтобы работать с ним потом, чтобы менять его прозрачность, чтобы добавить его, чтобы удалить. Карта должна знать, что это за ключ. И так как у нас будет много однотипных слоев на карте, нам нужно указывать какой-то уникальный параметр, например, временную метку, когда этот слой произошел, то есть данные за какой период показаны. Мы указываем перед, каким его поставить и проверяем, будет ли этот слой следующим. Это будет важно нам на следующем шаге, где мы определяем загрузку данных. То есть, когда мы определяем, можно ли пользователю показывать следующий кадр, нас интересуют только два кадра, текущий и следующий. Если текущий полностью загрузен, то есть пользователь увидел всю информацию и следующий полностью загружен, то есть мы готовы показать следующий слой, тогда можно переходить. Вот, мы наполняем список и дальше мы для каждого слоя из этого списка настраиваем свойства. Мы обращаемся к нему по тому ID, который мы сгенерировали, как K в предыдущем случае, и мы настраиваем, как должен быть произведен переход. Новый слой должен появиться мгновенно, а старый исчезнуть постепенно. И таким образом мы получаем легкую анимацию, достаточно быструю, красивую для пользователя, вроде той, что я показывал на предыдущем слайде. И, соответственно, после того, как анимация настроена, мы все слои скрываем, показываем, в зависимости от того, пора или не пора. Вроде все хорошо. Есть у библиотеки метод, который позволяет узнать, а загружены ли все данные для определенного слоя. И он возвращает булевые значения. Все просто и красиво. Но он нам возвращает булевые значения true и в том случае, если данные еще не были запрошены. Поэтому нам пришлось самостоятельно следить за загрузкой данных для слоя, потому что библиотека нам выдавала неконсистентные данные. Во-первых, нам нужно следить за загрузкой только для тех слоев, который виден или будет следующим. Соответственно, мы где-то в story запоминаем, запоминаем, а какие тайлы для этих слоев мы должны увидеть. И подписываемся на события карты. Это те самые опишки, которые карта выставляет наружу. SourceData — это загрузка данных в определенный слой. Error — это ошибка, соответственно. Теперь, когда происходит загрузка данных для какого-то слоя, мы проверяем, тот ли это слой, для которого мы ждем данные, и не должен ли этот слой быть удален. А удален он должен быть в том случае, если мы его уже показали, и там почему-то какие-то данные все еще подгружаются, может быть, из неизвидимой области. Допустим, если пользователь еще что-то подвигал. Мы определяем, для какого тайла данные пришли, и запоминаем, что он был успешно загружен. Когда все тайлы будут загружены для нужных нам слоев, соответственно, мы можем интерпретировать это как успешное окончание и возможность перехода к следующему слайду. В случае возникновения ошибки мы делаем все то же самое, только дополнительно записываем, что загрузка тайла не удалась. Если таких тайлов будет выше определенного порога, например, половина провалилась, то есть мы пользователю показываем половину картинки, мы это возможно не хотим, мы останавливаем, проигрываем и показываем пользователю, что что-то пошло не так. Предлагаем его перезапустить, например, или вернуться позже. И так, мы грузим данные заранее. Один показываем, один ждем, и некоторое количество готовим. Все у нас написано, все хорошо, но возникают трудности. Почему-то все еще происходит медленно. Где же мои кадры? Давайте разберемся. Нам нужно кадров для плавности дополнительных три. Один мы видим, три подгружаем. На один кадр нам нужно от 8 до 14 запросов. Это два слоя, в каждом некоторое количество тайликов. Итого на три кадра может быть до 42 запросов. Но в браузере есть ограничения. На один домен максимум можно в хроме послать 6 запросов, в некоторых браузерах 8. Есть форкараунд, где вы используете несколько поддоменов, чтобы слать запросы. Тогда вы можете расширить этот лимит. Но в общем, он все равно упрется в потолок из 18. И это далеко от наших 32. И так, у нас 36 запросов встает в очереди. Это ограничение протокола HTTP 1.1. Ограничение количества коннекшенов к серверу из одной вкладки. Что можно сделать? Можно включить HTTP 2. И тут все довольно просто. На клиенте ничего делать не нужно. Браузер все сам определяет. А почему нам нужен HTTP 2? Потому что по этому протоколу браузер устанавливает только один активный коннекшен с бэкэндом для всех запросов. Он их мультиплексирует. То есть получается, мы ни в какие ограничения упереться не можем. Мы можем сколь угодно много запросов закинуть внутрь одного коннекшена. Потому что коннекшен – это тот ресурс, который у браузера ограничен. А количество запросов, пожалуйста, передавай. Это ограничено только скоростью вашего канала. Так вот, на бэкэнде нам нужно перенаправить весь трафик на 443-й порт, потому что HTTP 2 требует обязательный наличие SSL-сертификата. Он работает только с HTTPS. Соответственно, мы указываем, что на этом порту у нас будет включен SSL и HTTP 2. Все. Готово. Теперь у нас есть HTTP 2. Нет ограничений. Теперь у нас карты грузятся действительно быстро. И мы можем отправлять сколь угодно много запросов. Итак, резюмируем. Чего же в конце концов ждут от визуализации на карте? Как мы обсудили, в первую очередь наглядность, чтобы было красиво, понятно, много информации, легко ее прочитать. Далее скорость. У нас данных много. Если мы начнем выводить миллионы точек, карта загнется. Если мы начнем передавать их по сети, сеть загнется. Поэтому агрегируем, пластеризуем и так далее. фильтруем. Может быть полезная аналитика. Например, вы можете показать исторический какой-то тренд, как менялись данные с течением времени в определенной зоне. Сравнение. Как я показывал, два экрана. На одном, может быть, на них могут быть разные зоны географические и могут быть разные данные в одной зоне. Далее полезным может быть сохранение, когда одни пользователи могут либо вернуться к тому, что они настроили ранее, либо поделиться с другими пользователями. И проигрывание для того, чтобы можно было показать какую-то динамику развития ситуации на карте. В конце презентации вы найдете ссылки на библиотеки некоторые для работы с инструментами, о которых я говорил в презентации. И на этом моя презентация окончена. Фух. Это было, конечно, много информации. Теперь давай попробуем ее как-то причесать в головах у людей, которые это послушали. К слову, у нас есть вопросы. И давай начнем сразу с них. А какую логику, какую политику ты применяешь для инвалидации частей кэша, когда нужно пользоваться что-то, зумит на карте, и данные в этот момент меняются, чтобы не отдавать старые тайлы? Вот старые тайлы — это интересный вопрос. В какой момент тайл считается старым? То есть вы смотрите на карту в определенный момент времени. Если вы смотрите вживую, значит, в любом случае у вас будет разделение, потому что показывать на карте данные без какой-либо агрегации по времени совершенно, зачастую совершенно нереально. Ну, представьте, у вас события в системе происходят каждую миллисекунду. И вот вы шлете запрос на эту миллисекунду и получаете одно событие, там, 10 событий, никакой полезной информации. Обычно информация агрегирована все-таки хотя бы в 15-минутные, 5-минутные, минутные интервалы, в зависимости от скорости системы. Где-то это могут быть часовые агрегаты. То есть это зависит от того, насколько реально часто вам нужно. Например, пойдите на Google, откройте пробки и выберите сейчас. Он вам покажет сейчас. Но 15 минут ничего меняться не будет, я вам с гарантией говорю. Ну, если только вы не открыли на границе этих 15 минут. Если вы пойдете смотреть исторические данные, он вам будет предлагать моменты времени с разбивкой по 15 минут, потому что это имеет смысл. Чтобы показать какие-то данные большие, обычно нужна агрегация и статистика. Даже если мы показываем рискованность сегментом, это все равно, информация будет не... миллисекундно-мгновенная. Она будет 15-минутно-мгновенная. Вот. Соответственно, если вы смотрите какой-то момент, инвалидируется ваш кэш в тот случай, когда вы должны будете увидеть другой момент. То есть это ключевой параметр запроса. Какой момент мы хотим смотреть. Поэтому мы включаем время желаемое, и оно передается как часть запроса. Соответственно, в кэш оно не попадет при изменении. Это если говорить про актуальность данных. Если мы смотрим исторически, соответственно, происходит совершенно то же самое. предельно четко. В последней части доклада ты упоминал про проигрывание данных. И тут как раз вопрос следует уже из этого, что получается, главное не как мы эти данные посчитали, главное как свизуализировали. Собственно, если вот они у нас каждые 15 минут минимум происходят откуда-то сервера, получается, ну, насколько вообще длинные ролики можно проигрывать, имея просто сырые данные. Или, допустим, в случае, если хочется иметь там динамику погоды за последний месяц, лучше все-таки грузить не все кадры и проигрывать как-то. Не то чтобы очень точно, потому что, но кто там будет каждую секунду смотреть за точностью вашей динамике. Это отличный вопрос. Такая фича у нас тоже была. Сначала мы разработали, вот у нас было разбиение на 15-минутный интервал, и когда ты запускаешь проигрывание, оно идет по порядочку. Но потом возникло такое желание, например, у вас долгий дождь, который занимает весь день. Или пришел ураган. Ураган — это очень красиво было в нашем приложении в плане дорог, но, к сожалению, на момент изготовления презентации информация была потеряна по ураганам. А так очень прям красиво было. Да так вот, это длительное явление, и в таком случае просто можно настроить шаг. То есть никто же не заставляет нас при проигрывании показывать каждый кадр, скажем, да. То есть, грубо говоря, мы показываем каждый четвертый, каждый десятый кадр. В сущности, мы просто задаем интервал, на который нам нужно скакнуть. То есть мы говорим, следует скакать по 15 минут. Значит, каждые 15 минут вот наш кадр. И мы грузим кадры по 15 минут. Или мы говорим, наш интервал — день, пожалуйста. Значит, мы каждый день в определенный момент времени, через 24 часа загружаем данные и показываем, как они мерняются в течение месяца. Без проблем. Да. Кстати, у нас как раз осталось 15 минут на вопросы, поэтому, ребята, задавайте их в чат. Я буду транслировать их в эфир, и Никита будет отвечать. Собственно, еще вопрос. Откуда вы берете GeoJSON? Нет ли у вас проблем с отрисовкой границ Российской Федерации? Например, тут, в частности, приводят, что Крым и Чукотка страдают на многих картах. Это очень интересный вопрос, но наши заказчики не из нашего региона, поэтому они больше были сконцентрированы на американских границах и тамошних зонах. Проблемы действительно есть такие. Мы брали данные, которые предоставляет Mapbox. У него из коробки есть пакет данных, то есть они это делают за деньги, они предоставляют данные. Ну, нас лично, как разработчиков, не сильно волновали границы, потому что к нам никто не приходил и не говорил, что они неточные. В какой-то момент нам понадобились данные в немного другом формате. Мы пошли искать, нашли открытые источники по границам городов. Тоже их использовали, они не сразу у нас легли на карту, то есть там были кое-какие трудности, с которыми столкнулась backend команда. Там был использован другой алгоритм проецирования на карту, то есть у карт есть разные способы проецирования. Если они будут не совпадать у вашей карты и у данных, то данные разъедутся. Но можно перегнать из одного в другой, из одной проекции в другой. Самый распространенный, мне кажется, меркатор. То есть это сама математика, логика разбиения координат на прямоугольник. Наша же Земля на самом деле почти что сфера немного приклюснутая, и ее не так-то просто представить плоским прямоугольником. Поэтому есть различные системы преобразования математические. Кстати, ты работал с какими-то другими способами преобразования, не тем классическим, который используется в тех же там мобоксе, гугл-картах, куда все превращается в плоскость. Не пригождалось. Не пригождалось. Это может быть какая-то специфика. Возможно, если вам нужно в каком-то определенном регионе, например, на полюсе поработать, вам понадобится какая-то другая раскладка карты. Но так как мы работаем в умеренных широтах обычно, потому что там в тайге и тундре никаких событий, и дорог-то нету, так что как бы ни рекламы, ни дорог, там и информационных систем нет, а деревья считать пока еще не начали. Вот. Когда начнут считать ледники, возможно, придется. А пока хватает стандартной, классической, которая идет из коробки. И вообще об этом обычно не приходится заморачиваться. Это просто работает. Как хорошо, что мало клиентов таких картографических сервисов. Меньшество клиентов картографических сервисов живет в тех областях, которые надо очень, которые очень сложно проецировать на плоскость. Медведи и пингвины в основном. Ну ладно, еще полярники. И местные жители тоже. Тут вопрос с технологиями по поводу, если сравнить Leaflet и Mapbox. Что ты можешь сказать по поводу API? Какие есть особенности? Ух, вопрос хороший. Я бы сказал, что у Mapbox очень богатая API. У них есть довольно удобная система экспрессионов, через которые можно задавать настройки всего, в принципе, что есть на карте. Анимации. В общем, любое место, где вы можете написать строковый или числовой параметр, вы можете задать также через экспрессион. Что вам дает экспрессион? Что в момент рисования каждой отдельной фичи, каждой отдельной точечки линий, он будет этот экспрессион просчитывать по определенной логике. При этом он этот экспрессион прогонит внутри сначала, подготовит его функцию, закэширует ее, и она будет работать быстро, насколько это возможно. И потом он прогонит ваши данные через эту функцию. Например, у вас есть точка, которая отображает, скажем, банально количество квартир, продающихся в городе. Стало быть, количество может быть разное. Ну или в каком-то районе города, неважно, или в доме. Так вот, вы передаете точку, ее координаты и передаете вместе с ней цифру количества. И, возможно, вы хотите подсветить те места, где у вас больше этих квартир продается. Вот. И, соответственно, на базе количества вы начинаете строить. Так вот, у мэпбокса есть довольно широкие опишки по этому просчету. У лифлета все в этой сфере проще. Там вы можете передать коллбэк-функцию вашу собственную. Вот. И можете сделать что-то подобное. Суть будет та же, но в мэпбоксе, наверное, сложнее разобраться в этой теме, чем написать коллбэк. Но оно работает прям супербыстро в итоге. Вот. Еще что я бы хотел отметить. Вот мы работаем с векторными тайлами. И лифлет из коробки не любит векторные тайлы. У него есть класс, который называется grid layer. Он позволяет выводить кусочки, собственно. Вообще, в принципе, у мэпбокса и лифлета несколько сделают вступления. Разница система рендеринга. Мэпбокс с помощью WebGL рисует на конвасе цельную картинку. И они очень много занимаются оптимизацией своего рендеринга. И за рендеринг париться вообще не приходится. То есть, никогда вы, работая с мэпбоксом, не будете какой-то рендерер вызывать или еще что-то. Вот у них есть, что они могут выводить. У них есть очень широкая опишка, как это настроить. Прозрачность. Вы можете сделать несколько слоев на базе одних данных. Если вам понадобятся тени, вы можете делать апсеты, сдвиги и так далее. Все, что угодно. Пожалуйста. Плюс вот эти экспрессионы, градиенты. Очень красиво можно рисовать. Но вы не можете взять прям рендеринг в свои руки и начать там писать какой-то кастомный код. У лифлета немножечко другой подход. Вот. Лифлет так не ограничивает своих пользователей взамен на то, что он не предоставляет такого богатства своего функционала. То есть, он говорит, вот мое API, вот я карту нарисую. Вот ты можешь делать свои сегменты с помощью вот такого API. Пожалуйста, расширяй. Вот. И можно взять грейд лейер, например. И он будет рисовать, но он рисует не на одном цельном канвасе, как делает мэпбокс. То есть, в случае с мэпбоксом у вас прям один HTML элемент, и внутри него все нарисовано. И производительность отточена командой мэпбокса, которая не спит ни днем, ни ночью, и все бдит, чтобы нигде медленно не было. На самом деле, конечно, проблемы, может, и случаются. По крайней мере, они регулярно пишут о том, что они починили новую проблему. Но мы такие объемы данных старались не рендерить, чтобы это было проблемой. Так вот. Возвращаясь к лифлету, лифлет рендерит кусочками. То есть, это будет... Если у вас 6 тайлов, у вас будет 6 канвасиков. Если у вас 4 слоя по 6 тайлов, у вас будет 24 канвасика. Вот. Это не очень удобно местами. Например, мэпбокс позволяет навешивать ивенты на каждый слой. То есть, вот вы добавляете сколько угодно много слоев, и на каждый слой вы можете подписать ивенты. Это очень удобно. В мэпбоксе, если вы делаете вот такие канвасы, то у вас есть две опции. Либо вот этот слой слышит, либо он не слышит. Но вот первый слой сверху, какой мышка встретит, только тот и поймает клик. Потому что это канвасы, они лежат кучей один на другом, и нет никакой физической возможности пробросить клик сквозь них через библиотеку. То есть, у вас есть ограничения, соответственно, здесь. Либо вы можете начать писать свой движок для рендеринга, не пользуясь плагинами Leaflet. То есть, вы можете взять его базу и написать какой-то свой хитрый слой, если вам надо. Он очень хорошо. Leaflet работает с растровыми изображениями. Там все готовое. Пожалуйста, берите, выводите. С расположением маркеров. Маркеры — это точки, которые вы за пределами слоев приделываете к карте. Не очень часто это полезно бывает. Но, например, вы можете HTML элементы выводить. Допустим, захотели вы какую-то карточку объекта прям показать на карте. Ну, пожалуйста, сделайте произвольный маркер. И вместо того, чтобы положить точку в слой, приделайте этот маркер. Вот. То есть, опишки есть. Но я бы сказал, что с Leaflet, при этом, если ваши задачи выходят за рамки стандарта Leaflet, вам придется поразрабатывать. То есть, придется потратить больше времени, чем с Moabox. Ну да. Насколько я знаю, Moabox написан на Leaflet, поэтому это как базовая технология получается, да? Ну да. Да. Мне очень понравилось слово «конвайсики». Оно прям так мило и тепло звучит. Кстати, немного про них. Вопрос, что для отрисовки дорог тянутся тайлы. Ну и вообще, в общем-то, для любых векторных данных. А как их нужно мержить с загруженными тайлами уже? Никак. Ну, то есть, в случае... Каждый тайл — это отдельные единицы. Они между собой никак не мержатся. В случае с Mapbox это все делается под капотом. То есть, так как я сказал, в Mapbox есть разделение источника данных и отображения. Соответственно, когда вы подгружаете новый тайл, в список данных добавляются новые элементы. Вот что происходит. И потом библиотека идет и анализирует, какие она уже отрендерила, а какие появились новые и дорендеривает их. Ну и вообще при передвижении как бы канвас весь приходится перерисовывать с нуля, потому что, ну, канвас поддерживает частичную перерисовку методом зачистки прямоугольника. Вряд ли это кому-то интересно, когда ты подвинул всю карту, приходится перерисовывать все. Соответственно, просто когда новые данные пришли, новые данные появляются, он анализирует, какая часть данных должна быть сейчас видна на основе видимой области в пределах нашего канваса и рисует все сначала. Вот и все. Ну, то есть, при том, что канвас полностью перерендеривается, я думаю, тут никаких проблем нет. А вот в случае с Leaflet тут еще одна проблемка вылезает. Тут бывает недостаточно просто буфер добавить. Тут в Leaflet иногда приходится сделать так, чтобы данные дублировались в соседних тайлах. Смотрите, в Mapbox у нас есть данные, и они рисуются на цельном канвасе в итоге. И разделение на тайлы говорит только о том, какими кусками эти данные грузить и удалять. Вот. То есть, это только структурирование данных при хранении и загрузке, но не при отображении. Соответственно, отобразить элемент, который даже попал в один какой-то тайл, если данные с бэкэнда для него пришли полностью, у нас нет проблем. А у Leaflet, если мы используем grid layer, который у них есть из коробки, и натягиваем на него, скажем, какой-то плагин, есть вектор grid-плагин, с использованием этого плагина у нас возникают проблемы. Наша дорога проходит через соседний тайл, но наш-то тайл сейчас, в котором она лежит, ограничен прямоугольником канвасика нашего нежного, тёплого, доброго. И дорога не может никак физически вылезти из-за него. Там всё обрезано HTML просто. Соответственно, нам нужно нарисовать этот кусочек вылезшей дороги на соседнем тайле. А, соответственно, информация об этой дороге должна в соседний тайл попасть. И тут нам недостаточно просто геометрию с буфером завернуть в тайл. Нам нужно больше. Нам нужно пойти в базу данных с буфером, получить дополнительные дублирующиеся данные, их положить в соседний тайл, и соседний тайл попробует нарисовать точно тот же самую дорогу, но нарисует тот маленький кусочек, который залез в этот тайл. В общем, не очень весело, если использовать то, что есть в открытом пространстве. Вероятно, придётся что-то своё громоздить. Остаётся ещё пара минут на твои довольно развернутые ответы. После этого перейдём в дискуссионную зону, поэтому, ребята, будет ещё время даже пообщаться потом личным голосом. Тут такой прямо вопрос про всё и сразу, какие мне нравятся обычно напоследок. А в каких случаях люди приходят к этому пути, чтобы взять лифлет или мапбокс, они используют стандартные Яндекс и Гугл-карты? Ну, помимо того, что Гугл-карт дороже стоит. Честно, глядя на опишки вот прямо извне, не видно такого, чтобы где-то прям суперперекос был. На самом деле, мне кажется, интерес интеграции с разными провайдерами может возникать, если нужно больше опишек. То есть есть же не только карты, есть, например, геокодинг для определения, есть навигация, может быть, какие-то дополнительные данные. И вот тут нужно смотреть комплексно с точки зрения приложения. Какие ещё функции вам нужны будут от провайдера карты? Если удовлетворяет, то, в принципе, по функционалу можно брать любой. Ну и тут как бы мапбокс дешевле Гугла, вот и всё. А Яндекс — это российская разработка, а мы работали с зарубежным заказчиком. Поэтому Яндекс как бы не сильно котируется в их понимании. Вот. Я думаю, как-то так. Большое спасибо, Никит, тебе за такие развернутые ответы. Было очень интересно слушать. Саша, тебе большое спасибо за интересные вопросы как от себя, так и правильное транслирование вопросов из чата. Я хочу вам пожелать удачи в дискуссионной зоне. Ребят, вот здесь вот ссылочка, вот с этой вот стороны, там ссылочка, на ней написано Zoom. Нажимаете на неё и подключаетесь к ребятам. И задаёте, общаетесь лично с ними, задаёте вопросы, и они будут вам развернуто давать ответы на них. Большое спасибо вам, ребят. Удачной вам дискуссионной зоны. И до встречи. Спасибо. Спасибо. Удачи в дискуссионной зоне.